Сейчас вы узнаете, как построить себе дворец за счет пассажиров общественного транспорта, и как должны на это реагировать настоящие чиновники. Развал ПТП начался с момента 2015 года, с апреля месяца, когда прекратились троллейбусные перевозки в городе Каменске-Уральск. После этого была снята контактная линия и реализована через аукцион. Бывшему работнику объединения пассажирских транспортных перевозок не хватает даже часа, чтобы вкратце рассказать про то, как чиновники разваливали одно из важнейших городских предприятий и как открывали портал для выкачивания оттуда серыми кардиналами города бюджетных доходов. Мало кто знает, но значительная часть бизнеса города Каменск-Уральский управляется одним человеком. Это далеко не публичный человек, скажем даже так, очень не публичный. В интернете вы не найдете ни одной его фотографии, только упоминание о судимости за незаконное приобретение и хранение оружия, а также о коррупционных схемах с его участием. Он уже не раз оказывался в центре скандалов с растраты бюджетных средств, как, например, при строительстве этой гостиницы, а потом выяснил, что Рыбкин фактически владеет всеми автобусами города, а это значит, что он собирает деньги с каждого пассажира. Автобусы начали сдавать в аренду еще при господине Кайсайрове. Потом это все дело, значит, перешло господину Рыбкину, который является учрителем таких, как ПАП-1, ПАП-2, Экспресс, Экспресс-Сити. Вот я не знаю, кто такой Рыбкин, откровенно говоря, почему вы с ним что-то связываете, фамилию называете. Все делают вид, что не знают бизнесмена в погонах. Он уже давно ведет свой транспортный бизнес в Камерске. Он уже не раз оказывался в поле зрения правоохранительных органов. Например, полиция очень давно заинтересовала схема, по которой бывший сотрудник госбезопасности прибрал к рукам весь городской транспорт. Из материалов уголовного отдела установлено, что должностные лица ООО УК ПТП в лице генерального директора Кайсарова, главного бухгалтера проточины и других использовали свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц, что выразило в создании осуществления деятельности по перевозке пассажиров профилированной ими ООО ПАП, ООО ПАП-1, ООО ПАП-2, ООО Экспресс-1, ООО Экспресс-2, ООО ППП и ООО МАП. ООО УК ПТП в лице Кайсарова заключила с созданными фирмами заведомо убыточные безвозмездные договоры субподрядом. А в аренду данным ООО передала часть своих автобусов по амортизационной стоимости. Также были заключены договоры аренды недвижимости для хранения и ремонта автобусов по заниженную стоимость. Кстати, в транспортном бизнесе чекисты иногда случаются странные метаморфозы. Работники ПТП рассказывают, что Рыбкин как-то задолжал предприятие за аренду автобусов 3 миллиона рублей. Но он удивительным образом выкрутил ситуацию в свою сторону. Теперь он ничего не должен транспортникам. Теперь автопредприятие, что сдает ему в аренду автобусы, по документам само задолжало теперь уже бизнесменов в три раза больше. Но не одни только автобусы попали в сферу интересов Рыбкина. Троллейбусы начали разбирать и резать в 2015 году под руководством господина Наруцкого, который аффилированное лицо к Рыбкину. Была сдача на металлолом. Эти факты были выявлены. И по поводу этого заведено уголовные дела. Также были демонтированы подстанции и в дальнейшем проданы. Это еще два уголовных дела. Сейчас господин Наруцкий ожидает суд. При этом люди-чекисты еще и попытались кинуть на деньги бывших работников троллейбусного парка. Развали на троллейбусное движение в городе. Долгое время работники, работницы этого троллейбусного движения мыкали горе, ходили без заработной платы, не могли получить причитающиеся им выплаты. Меня вот эта вот ситуация заинтересовала. Я попытался выяснить подноготную. На тот период времени, то есть в 11-м, 12-м, 13-м, где-то годах, председателем совета директоров ПТП у нас был Гераскин. Это первый заместитель главы администрации города. Гераскин привел, наверное, при его как-то посредничестве это все произошло, на предприятие новую команду во главе с неким Беспутиным. Во главе с неким Беспутиным. Значит, и в результате уже наметившегося фактически банкротства работники и работницы троллейбусного предприятия были переведены в некую организацию «Спектр-К». ПТП оказалось свободными от долгов перед своими бывшими работниками, значит, долги эти все оказались в этом «Спектр-К», значит, у которого не оказалось ни денег, ни имущества. Ну и вот фактически у нас тут целая эпопея была, что работники ходили два года, пытались свою заработную плату выцарапать из этого предприятия. Окончательно добив троллейбусное предприятие, Рыбкин взялся за автовокзал. Только полиция в то время остановила продажу городского автоузла, который при составлении тендерной документации подконтрольным чекисту-директором не получил никакого обременения. И ведь выкупив автовокзал, бывший ГБшник мог сделать с ним все, что угодно хоть торговый центр превратить. А то, что жители остались бы без междугороднего сообщения, и то, что автовокзал — это ни много ни мало, а стратегический объект, так это Рыбкину абсолютно по барабану. Ведь на автобусах он давно не ездит, на них он только зарабатывает деньги. Если автобусы не будут приносить ему прибыли, то и их порежут на металлолом, как и троллейбусы. Вице-мэр Гераскин, что сам в свое время стоял у руля ликвидационной комиссии предприятий городского транспорта, воспользовался ситуацией и отчитался, что сохранение автовокзала — это заслуга вовсе не полиции, а, как ни странно, чиновников из городской администрации, держащих руку на пульсе. Он является для нас социально важным объектом, мы все понимаем, и он сегодня будет выставлен на продажу как социально важный объект именно с обременением, с тем, что он должен выполнять эти функции. Это позиция нашего. Мы являемся сегодня комитетом управления имуществом, один из участников сегодня конкурсного управления, поэтому наша позиция, чтобы он остался автовокзалом. Мэр города Алексей Шмыков решил сделать Рыбкину подарок и подогнать за счет городского бюджета пять новых газовых автобусов марки «Нефас». Покупают сегодня, обновляют, значит, да. Вы из Екатеринбурга видите новые газовые автобусы, у нас уже три появились. В автобусе среди же, да. Да, я знаю, что у нас точно такие, у нас просто белые, у вас зеленые. А куда все это время смотрят депутаты городской думы? А никуда, им и так хорошо. Сейчас все участники коррупционной схемы активно занялись капитальным строительством. Наш боевой истребитель коррупции отправляется по маршруту переулка Санаторной улицы Серова. Именно здесь, в компактных поселках, расположены дома всей Каменской Богемы. Стоимость некоторых из них, по словам экспертов, превышает миллион долларов США. Это своеобразная каменская рубленка. Естественно, что на жилье такого класса честным трудом на заводе, да и, впрочем, в администрации города тоже не заработаешь. Один из этих домов принадлежит Валерию Пермякову. Это председатель Каменской городской думы. Он ставленник бывшего мэра, дорожшего сейчас до вице-спикера законодательного собрания Средовской области Виктора Якимова. Не слабый такой домишко отгрохал себе народный избранник. Летим дальше. Наш антикоррупционный летательный аппарат направляется в соседний элитный коттеджный поселок на улицу Серова. Здесь в основной своей массе будут жить сошки пониже. Но один домик все же строится по спецпроекту. Вот эта оградка отделяет от внешнего мира будущие владения мэра города Алексея Шмыкова. Шмыков у власти в Каменске около года, а дом строится фантастическими темпами. Уже ведутся отделочные работы. Эта мансарда, похоже, сооружена специально для наблюдения за самой интересной персоной города, о которой мы говорим с самого начала фильма. Транспортному магнату Олегу Рыбкину принадлежит половина этого танхауса. С воздуха не оценить роскошь интерьеров, да и вообще удобство жизни в глухом лесу. Однако наше многоцелевое воздушное судно зафиксировало, что в распоряжении Рыбкина имеется теплица и бассейн, хорошо спрятанные от посторонних глаз сосновым бароком. Вы, наверное, об этом никогда не задумались, но именно вы, пассажиры Каменского городского транспорта, автобуса и уже не существующего троллейбуса, построили для господина Рыбкина этот дом и продолжаете строить новые.